Господи боже мой, мне кажется на просторах игровой индустрии не зря Юбисофт долгое время возглавляет пьедестал самых ненавидимых игровых компаний. Кто еще может так сильно обсираться, как этот разработчик, в таком огромном количестве я просто не знаю. У французских любителей круассанов и года не проходит без крупного скандала, но в этот раз они превзошли себя по всем фронтам. Да настолько, что даже Илон Маск вмешался и высказался в таком ключе. Разнообразие, равенство и инклюзивность убивают творчество. Черный самурай и ниндзя баба феодальной Японии 16 века. Тот самый проект под кодом RED моментально превратился в код Браун, как только показали первый трейлер. Естественно без малейшего упоминания геймплея, только CGI, ибо нехер вам господа глядеть на риски на одной и той же игры, в которой поменяют разве что персонажей. Сожрете и так. Так и было, пока люди не увидели первый геймплейный трейлер, в котором, если честно, ничего выдающегося нет. НПС забакованные, какие-то дерганные. Лицевые анимации по-прежнему тотальный швак, как и всегда было в серии, между прочим. Разве что боевку поменяли, сделав, ну уж чересчур похожие на элементы из For Honor. Еще одной игры от Ubisoft. Поправочка. Последней нормальной хорошей игры, вышедшей в семнадцатом году у этого говноиздателя. Но это все ладно. Что касается Ассасина, еще раз берем на релизе. А вот когда они показали музыкальное сопровождение, которое ждет игроков с их слов исторически достоверной игры, мне кажется, порвало буквально всех. Сука! Хип-хоп-ремикс на японские мотивы максимум, что подходит под описание этого аудиоряда. Ubisoft – компания, которая не раз обманывала своих игроков. Такое точно нельзя сказать про PlayBazaar. Это сервис, с помощью которого вы сможете выгодно приобретать игры и подписки в PlayStation Store. Но в придачу вы можете купить любую игру. От новинок, таких как Helldivers 2, как пример, до уже вышедших игр вроде GTA V. Суть в чем? Приобретают игры на ваш аккаунт по актуальной цене, со всеми скидками и акциями, возможными на данный момент. Кроме того, вам могут оформить все уровни подписки PS Plus с сотнями игр. Так, например, годовую подписку PS Plus Extra по скидке можно взять всего за 3890 рублей. Надежность сервиса подтверждают многочисленные отзывы на разных площадках, а для вас ловите специальный промокод лучи, дающий скидку 5% на первую покупку. Покупайте игры надежно в магазине PlayBazaar по ссылке в описании. Мало того, что проявляют расизм тут по отношению к японцам, в чем он заключается, думаю, особо объяснять не надо, так еще же и чернокожих людей они представляют феодальной Японии 16 века как любителя хип-хопера. Я не удивлюсь, если нас еще будет ждать баскетбольная площадка с соломенными мячами и средневековым KFC за углом с жареными куриными крылышками или ножками. И это в то самое время, когда они банят ютубера по Радуге 6 за то, что тот посмел оскорбить темнокожего оперативника на своем стриме. На минуточку у этого типа даже свой чарм был в игре. Естественно, за нелепую шутку его удалили вместе с ним. Знаете, что самое смешное? Они уже ответили, как это положено всем СМИ, в духе, что компания не потерпит никаких форм расизма. Вас, дебилов, уже весь интернет в расизме обвиняет. Трейлеры забиты комментариями, где японцы говорят о вас как о паразитах, толкающих свои тупые повесточные идеи в массы за счет японской культуры. И это лишь самые яркие комменты Твиттера, которые можно показывать. Сами понимаете, как в мононациональном государстве отзываются о этих французах. Кто не знал, в Японии абсолютнейшее число в процентах это японцы. Как бы странно ни звучало. Но да, такие страны еще остались. И там чтут традиции, это проявляется во всем. И даже если гипотетически он был при дворе Сёгуна, здесь не может быть никакого другого подтекста, кроме как подтянуть очередную повесточку в свою и без того хромую серию игр. Юбисофт компания, которая обыгрывает расовый, толерантный и прочие вопросы хуже всех в игровой индустрии. Вот взять Rockstar, в их игре, которую конечно же вы все знаете, GTA 5. Допустим, есть и геи, и трансы, и прочие покемоны, которых ты еще не открыл. А среди главных героев затесался просто великолепный Франклин. Со своей историей открытия он смотрится лаконично, он вырос в гетто районе, он знает здесь все улицы лучше любого снежка. А представить белокожего персонажа на его месте за вычетом Эминема какого-то в роли протагониста даже фантазия не позволяет. Или прикиньте, СиДжея заменить и сделать белым. Но это же абсурд! Почему я говорю, что Юбисофт компания расист? Потому что они не пишут историю героя. Они не дают бэкграунда, они выдергивают какой-то типа в кавычках исторический факт, обыгрывают его в свою пользу и тупо впихивают невпихуемое. Еще со времен Watch Dogs Юбисофт планомерно начала выдавать желаемое за действительность, обманывая своих игроков во всем и по всем фронтам. Думаю, все помнят тот самый плащ в первой части, который в трейлере развивался будто синематик какой-то. А в игре разница в худшую сторону была колоссальной. Там ничего подобного даже близко не было. Очень долгое время, между прочим, Юбисофт занималась подменой настоящего геймплея, который будет у игроков, на собственные билды, которые они делали для презентации специально, чтобы показать на выставках свой продукт в лучшем свете. Да что там говорить, еще в феврале 16-го некий пользователь на YouTube доказал, что Юбисофт для шоу создавали специальный билд, практически полностью полагающийся на одну линейную тропу, которую должен пройти человек-оператор, записывающий геймплей. Автор продемонстрировал, что если бы игрок решил исследовать свое окружение, то нашел бы демонстрацию абсолютно пустой и неинтересной. По дырам в полу можно было ходить, а все эффектные сцены работали без какого-либо влияния игроков. Юбисофт, по сути, обманули зрителя, чтобы выставить свою игру на шоу еще в далеком 2010-м году в лучшем свете. Но все же по-настоящему ущерб любителей круассанов нанесли себе именно SwatchDocs, который стал первой такой оплеухой своему комьюнити. Суть ведь в том, что тогда доверие к компании еще было на достаточно высоком уровне, и люди, увидевшие для 2014 года просто какой-то настоящий некстген, побежали после просмотра сразу же делать что? Правильно, предзаказывать, нести им деньги. Естественно, предзаказы уже были доступны, и коллекционные издания продавали вовсю. На момент выхода Watch Dogs даже сама компания говорила о том, что эта игра стала самой предзаказываемой среди всех своих франшиз. Только вот когда игра вышла, на релизе все резко разочаровались, и на компанию посыпался шквал критики абсолютно, между прочим, заслуженно. Кстати, я планирую сделать ролик, как играется Watch Dogs в 2024 году. Если вам нравится эта идея, дайте знать, пожалуйста, в комментариях. Взглянем на нее с исторической перспективы. Если посмотреть на все выходящие игры этой компании сейчас, все какой-то тотальный швак, или попытка скопировать формулу больших игр других издателей, ну, взять X-Defined, это буквально неудачный копипаст колды. Интерфейс механики стрельба за вычетом того, что она ужасна и не выдерживает сравнения с Калавдулити, тоже была слизана по образу и подобию. Да если даже два трейлера поставить рядом, схожести можно найти приличное количество. Но тут вы можете сказать, Луч, ну ты явно уже шизоид пятой степени, если равняешь каждый выходящий FPS-шутер под колду. Так можно сказать про что угодно. А вот нет, дорогие друзья. Анонимные разработчики из Ubisoft сами рассказали о сомнительных требованиях студии, которая напрямую хочет создать клон колды, и даже не пытается это как-либо скрывать. Собственно, перенос игры, который состоялся в мае вместо марта, был также этим подкреплен. Однако стоит признать, да, за последнее время это единственная игра, которая заимела успех у Ubisoft, и то, по сути, паразитируя на собственной игре под названием Радуга 6, ибо из нее было взято очень много элементов, как и напрямую героев. Ну и, конечно, доната тут до гребаной матери. Игра побила уже рекорд в 10 лямов, и, наконец-то, может стать второй отличной сетевой доилкой для французов, которую они так долго хотели сделать. Но до поспешных выводов делать не стоит, ибо игра не распространяется в Стиме, и за онлайном следить сложновато. Но через пару месяцев, наверняка, какие-нибудь инсайдеры, вроде того же Хендерсона, вычленят какую-нибудь инфу на этот счет. Кстати, я ведь упомянул мой любимый Сидж. Но не могу я обойти его стороной. Там все по-прежнему стабильно и катится в тартарары. Новый сезон опять нихера не добавил, опять все игроки бомбят, создают треды на реддите о бойкоте, обзывают жадными и ленивыми Юбисофт, но по итогу это ни к чему толком не приведет. Побомбят и успокоятся. Сколько времени, а все одно и то же у этой игры происходит. Если что, это была реакция фанатов игры на новую подписку, которую объявили им на турнире. Предположительно, за месяц подписки придется отдать от 10 баксов и 80 за год. Если что, данная видеоигра до сих пор платная, а не фритуплейная, коим должен был стать Сидж давным-давно. При всем при том, эта просто жаднющая компания теряет прибыль. Опубликованный финансовый отчет за 23 год говорит нам о том, что чистый объем продаж составил лишь 1,7 миллиона евро. На секундочку, это на 18 с копейками меньше, чем в прошлом году. Убытки компании составили 585 миллионов евро. Естественно, основные доходы пришлись на продажи цифрового рынка, что составляет 85% от общей суммы. Правда и расходы немаленькие на игры, выпущенные в предыдущие финансовые годы. Недолго думая, как сократить расходы, они просто-напросто уволили 700 сотрудников, начиная с 22 года. Бывали даже случаи в 23 году, когда 60 человек за сутки увольняли. Провал Аватар Франтисов Пандора, когда игру уже в конце декабря продавали со скидкой, ибо за 70 баксов она нахрен никому не нужна, как и Скул Боунс, который также спустя пару недель получил скидку в размере 30% в некоторых магазинах. Как говорится, просто нужно было не 4 приписки буквы А, а штучек 20, и тогда было бы нормально, да, Юбисофт? Это ж так работает, по вашему мнению. Напоминаю, у этого чуда на Метакритик аж 3-4 балла от игроков. И при этом, при всем, Юбисофт планирует добиться значительного роста чистых заказов и операционной прибыли за счет запуска новых игр, о которых было объявлено на трансляции Юбисофт Форвард 12 июня. Спойлер, кроме Старварс, там не показали ничего интересного. И то, когда Аватар показывали, все тоже охали, ахали. А по итогу получилось то, что получилось. Компания также сообщила о рекордном количестве активных пользователей франшизы Ассасин Скрытый и сильном участии в Rainbow Six Siege по ключевым показателям эффективности. Зачем так замудренно писать? Ну, собственно, эти игры и доятся компании вовсю. Но вернемся к главной теме этого ролика. Вот буквально на днях произошедший случай, где на японскую аудиторию локальная IGN выпустила исторически достоверное по мнению их Ubisoft видео, в котором попыталась донести японцам напоминаю 97% людей в живущих в Японии это японцы коренные, что это не у нас игра недостоверная, а это вы что-то не понимаете и не шарите за вор своей же страны. Как вы понимаете, отклик людей был потрясающим. Соотношение лайков на этом видосе приблизилось к одному на 99. Комментарии пестрили обилием иероглифов, которые, переводя на русский, высказывали лишь малую палитру японского недовольства по отношению ко всей этой... Кхм... Компании. Такой отклик в обществе, когда буквально 99%, кроме самых отбитых толерастов, воспряло и задалось целью вообще не поддерживать подобные проекты и отказаться от толерасти, искажающей восприятию культур. Такого я не видел никогда, и это круто. Мне кажется, именно с этой, господи, прости, игрой у людей окончательно слетела планка, и в комментариях высказываются абсолютно свободно практически все представители разных наций. Но ведь на самом деле мы тут видим со стороны Юбисофт самый настоящий расизм по отношению к великой японской культуре. Игроки десятилетия, если не больше, просили у Юбисофт игру про японский этнос, про японские традиции, про культуру японскую. Ну не может чернокожий раб, привезенный в страну из Мозамбика, отразить весь культурный код феодальной Японии со своими устоями 16 века. Ну быть этого не может. Ну это как, представьте, вот они будут делать игру про Африку, про какого-то скрытого мстюна, убивающего работорговцев, а он будет белокожим. Но это же бред! Но ведь бред, бред, послушайте, что вы несете, что вы такое сочиняете? Я не могу понять, ну бред же, ну бред! Это работает в обе стороны. Игроки хотят видеть ассоциативных персонажей. Хоть вы сдохнете, но так будет всегда. И расизм здесь в том, что они берут культуру страны и подменяют под свои политические, именно политические задачи. Ведь что происходит в этой игре? Отрабатывают повестку по всем фронтам. Разве что главный герой не гей. Ах, стоп. Твою-то мать. Чернокожий самурай, который был обычным рабом, после чего превратился в вассала, который освободил Нобунага, еще и оказался геем в интерпретации Юбисод. С вас 130 долларов. Да. Мирного неба над головой и услышимся. Я просто в шоке с ним. Мне кажется, нет вообще ни одного такого и ублюдского, и тупого разработчика, который абсолютно не понимает свою аудиторию. Я просто не понимаю, какими надо быть дебилами, чтобы видеть вот эту всю критику, которая льется годами на них, и все равно долбиться, долбиться, долбиться в эту дверь, которая никогда для вас не откроется. Никогда игроки не примут черного самурая. Хотите вы этого или нет? Ой, боже, надеюсь, надеюсь, хоть это игроки не купят. Пятикратно переваренный кал.